Не менее 82 миллионов тонн пшеницы в этом году соберут российские фермеры. Такой прогноз озвучили в Минсельхозе. Урожай выше прошлогоднего на 9%. В целом сборы зерновых составят 125 миллионов тонн, обещают ведомстве, что говорит о втором рекорде отечественного агропрома. Причем высокие показатели заслуга именно по Волжье. На юге большую часть урожая погубила засуха. Самарские аграрии, по промежуточным данным, уже собрали с полей 2 миллиона 700 тонн зерна в бункерном весе. Северные районы продолжают сбор урожая, но уже сейчас, можно говорить смело, область в полной мере себя обеспечила и продовольственной пшеницей, и мукой, и фуражом. Увеличится экспорт. Северные старопроизводители сейчас серьезно ориентируются на экспорт. Наш хлеб поставляется на Ближний Восток через речные поставки и через Российский. Плюс наша продукция поставляется в Европу. У нас, например, есть фермеры, которые производят кориандр, и полностью их объем уходит на поставку в Австрию. Наращивание объемов урожая дают активы всем, кто напрямую связан с агропромом, фермером и трейдером. Рост оборотов однозначно увеличит и поступление в региональные и федеральные бюджеты. Местные получают плюс в виде гарантии на ассортимент и качество хлебобулочных изделий на прилавках. Однако стоимость булки от амбарных запасов сегодня не зависит, рассказывают эксперты. На днях российское сообщество пекарей допустило рост цены на хлеб до 7%. Росстат уже зафиксировал подорожание на 5%. Любой экспортный товар привязан к долларовым ценам на биржевых рынках, в первую очередь, это Париж и Чикаго. Он не зависит от того, какова система сейчас в России. То есть, хороший урожай, плохой урожай, он всегда привязан к экспортным ценам, которые в Новороссийске, в Петербурге и так далее. На самом деле, большое количество факторов влияет на цену хлеба, огромное количество факторов. И не всегда только урожай влияет на рост цен. Переоснащение предприятия – это же тоже колоссальные расходы, и их нельзя заложить, допустим, в один год или в два. И они их растягивают на длительный период времени и постепенно закладывают. Плюс, опять же, негативные моменты какие-то, которые были связаны с пандемией. Специалисты напоминают, в цене товара, даже производимого в нашей стране, лежит импортная составляющая. В оборудовании, запчасти к нему, отдельное сырье и компоненты. Таким образом, инфляция, доллар выскочок и падение цен на нефть спровоцировали подорожание в период пандемии многих продуктов питания. К примеру, больше всего отреагировали крупы и бобовые. По данным Росстата, увеличение цены – более 24%. Макароны подорожали за год на 9%, сливочное масло – на 6,5%. Впрочем, есть и позитивные изменения. В этом году подешевели яблоки, картофель, лук, куриное мясо, пшено, стерилизованное молоко, детское питание и многое другое. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.